Везде представители одной партии, одной власти. Полтора процента молодежи имеют собственное жилье. Предприниматель встал на ноги, пусть поставят то, что затратили. Программа оппозиционного лидера. Продавались должности, продавались даже места в детских садах. Процентная ставка 5%. Срок займа 20 лет. Сначала экономика, потом политика. Всем привет! В эфире программа «Деловое утро» на радиостанции «Бизнес.ФМ». И вы сможете смотреть нашу программу в эфире «Байтасов.Лайв». Сегодня мы говорим о выборах. Сегодня у меня кандидат в депутаты в Можилис Мохамбет Хасимов. Мохамбет, добрый день! Добрый день! Рад вас видеть, рад вас слышать. Давно знакомый. Рад, что вы стали выдвигаться в Можилис. Для вас это новый этап. Хотя в политике, конечно же, вы не новичок. И уже работали в Маслехате. Два созыва. Но прежде чем говорить о вашей предвыборной кампании, хотел бы поговорить сначала немного о вас. Потому что невзирая на то, что вы работали в Маслехате, все-таки вы не совсем публичный человек. Хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о себе. А вообще программа ваша я посмотрел, прочитал. Мне очень сильно понравилось. И вот три пункта основные, которые особенно реструктуризация кредитов населения, обеспечение жильем молодых, да и не только молодых, да, и поддержка МСБ меня очень сильно привлекает. Но об этом чуть попозже. Сначала немного о себе. Откуда, где родились, какое образование, как занимались бизнесом, с чего начинали? Спасибо большое. Добрый день, Арманжан. Добрый день, дорогие зрители, слушатели. Представлюсь, зовут меня Хасенов Мохамбет. Мне 47 лет. Отец четверых детей. В далеком 93-м году приехал из провинции, из Шамбургской области, в Алмату. Офигел от Алматы. На каждом углу, на каждой остановке тогда, помните прекрасные коммерческие ларьки, так называемые комки, да, караван пестрил объявлениями, продается иномарка за СКВ. Прекрасное время, время моей молодости, с того самого времени моя судьба неразрывно связана с нашим любимым городом. Тогда же я занялся предпринимательством. Здесь состоялся как бизнесмен, создал семью, четверых детей, отец. Что еще? Общественный деятель. Последние 15 лет активно занимаюсь благотворительной деятельностью, поддерживаю фунды Альтернатива СМ, НИЕД, ШУГЛА. Если вкратце, наверное, обо мне так. Да, был депутатом двух созывов в Маслехате. Сразу хочу пояснить по работе депутатов. Это общественная нагрузка, ни коим образом не оплачиваемая. Это я знаю, я сам с этим очень хорошо знаком. Да, зарплаты нет, ответственности много. Совершенно верно, да. Но это говорит о том, что вы человек неравнодушный и хотите принимать участие в общественно-политической деятельности. Что, в принципе, предыдущие 30-летия Казахстана не очень сильно приветствовалось многими. Но сейчас, наверное, новое время. И даже тот факт, что по вашему округу, где вы идете, округ номер 5, 33 кандидата, говорит о том, что Казахстан проснулся. Есть много идей. И люди хотят принимать участие в строительстве Нового Казахстана. На самом деле, я только это приветствую. Давайте поподробнее поговорим по вашей программе. Но то, что мне сразу бросилось в глаза. Вы сами предприниматель. И, наверное, вы прекрасно знаете ситуацию, которая есть в стране. Излишняя закредитованность населения. И мне, честно говоря, сильно импонирует ваш один из пунктов основных предвыборной кампании. Реструктуризация кредитов населения. Цифры действительно тяжелые, страшные. 13 триллионов тенге закредитованность населения. Это более 7 миллионов казахстанцев имеют кредиты. 10% из них это уже проблемные кредиты. Это каждый день я представляю звонки, коллектора, разбитые судьбы. Некоторые люди не выдерживают этого давления. Завершают жизнь с суицидом. К сожалению, это превратилось уже в социальное явление. Очень нехорошее настроение. Это в обществе не поднимает совсем никак. Давайте поговорим подробнее. Вы сам предприниматель. И работаете с банками. И работали с банком. Как вы предполагаете, как освободить наш народ, во-первых, от этого гнета, от этого давления, от давления со стороны банков? Как вы предполагаете осуществить эту реструктуризацию? Ну, что хочу сказать. Моя программа, да, это из моего личного опыта, то, что я знаю, насущные проблемы, которые сейчас есть. И основной пункт, вы про него уже упомянули. Это побальное закредитованное население. Совершенно верно. 7,5 миллионов. Из них свыше полутора миллионов имеют так называемые проблемные кредиты. То есть не секрет, что людям иной раз приходится, чтобы закрыть один кредит, брать следующий. Народ погряз, да, в долговой яме. Это ужасно на самом деле, да. Хотя многие из них могут, хотят и способны работать. Всякое в жизни бывало, где-то оступились. К сожалению, система работает так, как вы сами сказали, коллектора, аресты карточек, аресты всего имущества и так далее. Потом включение во все эти всевозможные черные списки. В принципе, что… Парализуют, они даже не могут открыть новый бизнес, если даже захотят или что-то сделать, не смогут, выпутаться. Армур, надо знать, не то, что бизнес, а устроиться на работу. Уже проблема, даже не говоря об открытии бизнеса. Так вот, это есть повсеместно. Я вот когда хожу сейчас, встречаюсь с аудиториями в предвыборную агитацию, я всегда задаю вопрос, поднимите руки у кого нет кредитов. Я, честно вам скажу, ни в одной аудитории больше 20% рук не поднимали. Есть предприятия, в которых 100% у всех есть кредиты. Это ужасно на самом деле, да. Поэтому я предлагаю по этому пункту конкретное решение, которое можно сделать здесь и сейчас. Так как банки, я думаю, сейчас настало как раз таки время, когда банки должны проявить вот эту пресловутую социальную ответственность бизнеса. Ну, это более чем должны, потому что банки-то получали помощь от государства. Совершенно. Из-за нашего общего бюджета, то, что сделали казахстанцы, мы же, да, они получили субсидии, по-моему, на поддержку более 5 триллионов в деньге. Это too much. Абсолютно. А всех кредитов на 13 триллионов, да, как бы, ну, почти там, там, больше 33%. Да, больше 33% они получили в виде различных видов помощи. Если вдуматься в эту цифру, это же огромное. Это народные деньги. Это народные деньги, да. Народные деньги, совершенно верно. Так вот, я предлагаю, во-первых, реструктуризацию всех этих проблемных кредитов. Понятно, за исключением каких-то явных фактов мошенничества и так далее, да, криминала. На следующих условиях. Первое, срок реструктуризации должен быть 20 лет. Второе, исключение легально работающего населения, которые подпадут под реструктуризацию, из всевозможных черных списков. Сразу же одномоментно. Одномоментно, да, легализовать их, чтобы народ мог иметь возможность честно зарабатывать и покрывать свою задолженность. Народ, на самом деле, совершенно верно. Народ не избегает оплаты кредитов. Просто сверху идут штрафы, пени. Их, я считаю, надо тоже полностью исключить. Вы предлагаете убрать штрафы, пени, да? Пени, да, потому что, как мы и говорили, помощь государства была народными деньгами. Я считаю, что настала очередь банков пойти на встречу. Вот здесь то, что касается штрафы, пени, здесь я с вами полностью согласен, потому что у нас много было кейсов. Мы же в медиа работаем, да, есть случаи, когда человек брал, условно говоря, 100 тысяч, а ему общая задолженность пришла там под 500 тысяч, да, как бы это вот со штрафами, с пени, ну, понятно, за какой-то период времени. Совершенно верно. Совсем как-то выглядит несправедливо в справедливом Казахстане. Ну да, абсолютно несправедливо, и это действительно не вписывается в справедливый Казахстан никоим образом. Штрафы, пени, окей. А проценты? Проценты тоже, считаю, нужно списать на реструктуризированную задолженность, потому что я думаю, что банки в любом случае уже получили, еще раз говорю, помимо помощи, народ все равно гасил. Не все же, не с первого дня же сразу перестали платить, поэтому были уже выплаты на оставшуюся часть. Некоторые банки даже первый платеж сразу изымают. Сразу изымают, да, не секрет, да, организацию финансирования, там, и так далее, и тому подобное. Да, 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 сразу забирают. Поэтому я считаю, что штрафы и пени подлежат стопроцентному списанию, и процентная ставка по кредиту тоже на реструктуризированную вот эту проблемную задолженность. Теперь, платеж по реструктуризированному займу не должен превышать 20% от дохода заемщика. Почему? Потому что все мы люди, надо содержать свои семьи, жить каким-то образом. Элементарно на день рождения детям подарок купить. Я уже даже не говорю о каких-то там, ну, особенностях национальных, там, той, свадьбы и так далее. Это тоже имеется в виду, да. То есть 20%, это нужно, чтобы тогда, в принципе, и обеляться все заработные платы, да, если человек зарабатывает там 200 тысяч тенге, не более 40 тысяч тенге на погашенье. Тысяч, да, на остальное он будет жить, существовать. А остальное, как бы, на своей жизни нужно тратить, да? То есть не более 40 тысяч тенге, условно говоря, он будет тратить на... Совершенно верно. При зарплате 200 тысяч. Совершенно верно. И это нужно системно решать, потому что я знаю и среди своих друзей предпринимателей, бизнесменов, сами мы так делаем. Мы, грубо говоря, эту функцию уже несем, но это так, локально, местечково. Мы своим сотрудникам проявляем лояльность, даем финансирование беспроцентное. Ну, кто-то женится, кто-то покупает квартиры и так далее, на первоначальный взнос не хватает под зарплату. И не я один, я говорю, много друзей, кто этим занимается. Но надо решать это системно. Невозможно покрыть свыше полутора миллионов населения частными компаниями только. Это первое. Второй пункт моей предвыборной кампании – это обеспечение населения жильем. Проблема очень насущная, потому что свыше 4 миллионов казахстанцев не имеют собственного жилья. В одной только Алмате всего-навсего полтора процента молодежи имеют собственное жилье. С учетом нынешних, опять-таки, процентных ставок по ипотеке, с учетом цен на жилье, с учетом уровня заработных плат, те же самые пресловутые 200 тысяч. На самом деле нашим детям, которые закончили университет, там, 22-23 года, возможность купить небольшую квартирку, рассчитаться за нее, светит где-то годам к 50-60. Это тоже не есть нормально. Хотя методы решения этой проблемы есть. Вообще, вот эти три пункта моей предвыборной программы, они реальные, и я знаю на них реальное решение здесь и сейчас. Потому что много кто рассказывает о каких-то больших вещах, я бы хотел вот именно поговорить о насущных. То, что кредитов касается, то, что вот сказали, реструктуризация кредитов населения, я думаю, что это действительно реально. Просто вот по моему ощущению, у банкиров было очень сильное лобби все эти 30 лет и в парламенте, и в правительстве, да, как бы, а за стороны народа никто не выступал, никто не защищал. Если сейчас прийти вот с нормальными, разумными вещами, у вас все выглядит в программе достаточно разумно, и действительно это осуществимо, да, как бы, и какие-то цифры есть. По ипотеке чуть-чуть, наверное, сложнее. По ипотеке, я просто ваши пункты смотрел, обеспечение жильем, но вот есть вопросы, которые потянет, сможет ли государство это сделать, там, разработать универсальную государственную ипотечную программу со ставкой не превышающей 5% это в тенге же, так понимаю? В тенге, в тенге, исключительно, мы живем в Казахстане, национальная валюта в тенге, логично, чтобы это было в тенге. Да, это же ниже ставки рефинансирования, которые есть названы. То есть, есть очень много таких моментов, которые там могут не пройти. Я могу пояснить, вот каждый пункт своей программы честны. Чтобы не выглядело совсем так популиськи, перед выборами же все мы обещаем. Да, я принципиально против популизма, да. Вот смотрите, есть такие программы, и одна из этих программ, она зародилась именно в Алмате. Программа называется «Алматы Жастара». Значит, по ней условия следующие. Первоначальный взнос 10%, процентная ставка 5%, срок займа 20 лет. Прекрасная программа, она себя хорошо зарекомендовала на протяжении последних 3-4 лет в Алмате. Она, аналогичная программа, функционирует и в Астане, и в Чумкенте. Но всего 18 миллиардов тенге выделяется на эту программу в Алмате. Из общего бюджета 1 триллион 250 миллиардов. То есть, это даже не 1%, там 0,15%. Поэтому я предлагаю выделять, увеличить финансирование на эту программу конкретно в Алмате для наших алматинцев. Также взять за основу эту программу, мультиплицировать ее по всей стране. Потому что помимо трех основных городов-миллионников, у нас население есть и в других областных центрах, не областного значения города. И крупных городов. В Казахстане города растут. Павлодар, Актобер. Совершенно верно. То есть, Кемен, Орал, там большие города. Новые области появляются. Да. Если мы хотим динамичное развитие регионов, там я сейчас дальше расскажу про МСБ, но и жилье там нужно обеспечивать население жильем. Ну да, кстати, жилье, строительство жилья может быть драйвером для развития экономики целых регионов. Представляете, сколько там будет занятости. Да, рабочие места, конечно же. Это будет увеличение реальных доходов населения в том числе, которые будут заняты на этих стройках. Так вот, и еще я предлагаю, чтобы в бюджетах областей, городов-миллионников на финансирование аналогичных программ выделялось не менее 3% бюджета. То есть, на самом деле, понимаете, 3%, это же, ну, вы до этого задали вопрос, задали вопрос, насколько, то есть, это осуществимо. 3% это очень даже осуществимо. Внутри. Внутри областного бюджета. Совершенно верно. городского бюджета. Но Алматы, если это огромная цифра, 3%, для Алматы это огромная цифра. Так у нас и население, у нас самый большой город, самый большой мегаполис. У нас 2 миллиона только жителей города, с учетом агломерации, это 3 миллиона населения. Так вот, теперь, что касается той категории граждан, которые не подпадают под категорию молодых. Это касается молодых, то есть до 35 лет. Они тоже такие же полноценные, равноправные граждане нашего общества, государства нашего. Поэтому я предлагаю от 35 до 60 лет аналогичную программу тоже принять. Но это уже, наверное, будет ниже старой. Нет, ниже старой, нет, понятно, ниже старой. Там можно действительно процентов 12, максимум 15 первоначального взноса, потому что человек свыше 35 лет, уже есть опыт работы, наверняка есть какие-то накопления. Скорее всего, это женатые люди, да. Но у них тоже должны быть перспективы приобрести собственное жилье. Есть много людей, которые свыше 35 лет, но вынуждены скитаться до сих пор по семейным общежитиям, по арендным квартирам и так далее, по арендному жилью. Поэтому я думаю, что для них необходима программа. Может быть, с немного большим первоначальным взносом, с такой же процентной ставкой 5%. Да, я еще раз говорю, это эмпирическим путем. Она работает в Алма-Ате, она себя зарекомендовала уже на протяжении 3-4 лет. Ну просто там суммы небольшие, 18 миллиардов в рамках государства. У нас на выборы тратится больше, чем все программы. Совершенно верно. В рамках даже бюджета Алматы это капля в море. Это не то, что государственного бюджета. И тоже так же 20-летнюю программу, то есть принятие, я думаю, тогда возможности приобретения собственного жилья для населения существенно расширится. Это второй пункт. Ну и третий пункт, то, что касается МСБ, тоже то, что мне очень понравилось. Но мне кажется, еще сложнее осуществимо, если вот так по очередности брать. Хотя по значимости, наверное, не менее важное. Освободить ваше предложение, освободить МСБ на 5-10 лет от налогов вообще, ну как бы круто. Во-первых, надо еще определяться с понятием, что такое МСБ. У вас много таких вещей. У нас есть четкие критерии МСБ, прописанные. Ну я понимаю, да, в государстве есть прописанные. Но все равно, когда начнется вопрос об освобождении от налогов, да, я представляю, как налоговый орган, ну вы же много раз с ними сталкивались, да, там оборот 100 миллионов тенгелей, там 200 миллионов тенгелей. Количество сотрудников. Там очень много начнется манипуляций сложных, потому что попасть в категорию МСБ теперь все захотят. Некоторые, я даже уверен, что многие крупные предприятия, узнав о таких возможностях, начнут дробить свой бизнес. Мы же понимаем, все предприниматели. Понятно, предприниматели будут стараться, но у государства есть функция как раз-таки мониторинга и контроля этого дела. Там, если кто-то хочет не совсем честно играть и начнет дробиться, я думаю, это можно отмониторить и соответствующие изыскания. Ладно, давайте не будем смотреть, как будет ловить, давайте просто создание условий для МСБ. Вот третий пункт вашей программы, более подробно. Да, реальные есть методы решения этого вопроса. В МСБ у нас занято свыше 30% населения. Я абсолютно согласен, ни в коем случае не отрицаю, что мегапроекты стране нужны, горнорудные, нефтегазовые отрасли и так далее. Но понимаете, невозможно, чтобы всем городом, каким-то отдельно взятым, той же Алматой, мы сорвались и поехали, стали работать вахтовым методом на Тенгизе, на Кашагане или еще где бы то ни было. МСБ нужно развивать. МСБ, к сожалению, за эти 30 лет, да, обращали на него внимание, но какое-то такое сложилось впечатление, как будто это что-то такое прихрамывающее, какое-то отстающее, вечно нуждающиеся в помощи. Ну, с другой стороны, прихрамыч не прихрамыч, Алмата, у нас нет ни нефти, ни меди, а мы доноры бюджета. Это все благодаря МСБ. Совершенно верно, вот именно, да, Алмата донор бюджета, в Алмате очень большое присутствие МСБ в экономике города. Но я, так и говорю, сейчас в странном масштабе. Вы теперь республиканского масштаба. Мы партия республик. Все, что я предлагаю, можно выстроить систему мониторинга. Если государство пошло навстречу МСБ, вот эти мои предложения мы протащим для предложения помощи МСБ, для развития МСБ, тогда государство может мониторить. Если человек работает, создает реальный казахстанский продукт, какую-то добавленную стоимость, рабочие места, платит налоги, это же вот как любой бизнесмен-предприниматель, мы же на постоянной основе сдаем отчетности и так далее. Это можно систематизировать сдачу отчетности в те же самые налоговые органы. Если все это идет, тогда человеку, ну, в смысле, вот эти приоритеты ему даются, этому субъекту предпринимательства. Как только нет, ну, понятно, что если кто-то этим будет злоупотреблять, то он не может рассчитывать на такие приоритеты. Что я предлагаю? Освобождение МСБ, да, от 5 до 10 лет от всех видов налогов. Нужно дать возможность встать на ноги малому и среднему бизнесу. Чтобы у нас сформировался средний класс мощный предпринимателей, средний класс населения, нужно все-таки пойти на эти уступки. Второе, что я предлагаю, это предоставление, если человек, инфраструктурой. То есть, если человек, предприниматель собрался построить какой-то завод, реально производить, я не знаю, те же самые там стаканы, еще что-то, что востребовано на этом рынке, у него же какие затраты? Купить землю, провести инфраструктуру, построить это производство, купить оборудование установить, нанять персонал, сырье и так далее. Я считаю, что государство может себе позволить, вот сейчас возвращаются там земли, государства выведены неиспользуемые, выявляются латифундисты. Предлагаю произвести ревизию земель и для реальных предпринимателей, которые хотят этим заниматься, государство может предоставлять земли, проводить инфраструктуру. Такой опыт мировой есть, инженерную инфраструктуру. Затем я опять-таки говорю вам, что если предприниматель себя зарекомендовал хорошо на протяжении 3-5 лет, то по затратному методу, сколько государство на это потратило, ему можно дать возможность в растяжку это дело все выкупить. Я считаю, что это справедливые, понятные будут правила игры и для бизнеса, и для государства. Выделить землю, мне кажется, все-таки для такой смелый достаточно шаг, выделить это значит отдать в собственность. Нет, 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 я именно и говорю, предоставить в пользование, не в собственность. Именно когда производство, вот этот предприниматель, субъект МСБ себя зарекомендует как чистоплотный, успешный, порядочный субъект бизнеса, вот тогда ему можно дать возможность выкупить собственность. И опять-таки в рассрочку, по затратному методу, государство затратило, предприниматель стал на ноги, пусть поставит то, что затратило. Ну в принципе, в Алма-Ате тоже есть вот эти все индустриальные зоны, достаточно успешно работают, и эту модель можно просто масштабировать получается. Ее масштабировать можно, можно опять-таки, некоторые виды малого и среднего бизнеса, они не предполагают, например, производство, да, это сервисные компании, опять-таки, прачечные там, салоны красоты, какие-то кафе и так далее, да. Многие хотят объединиться, многие, есть такие инициативные предприниматели, которые хотят что-то делать, ему надо там, ну 100 квадратов, в принципе, коммерческой недвижимости, ее тоже можно предоставлять. Там он не будет ничего строить, на таких же аналогичных условиях государство может предоставить в пользование, если там образуются рабочие места, еще раз говорю, производится казахский продукт, услуга какая-то, да, местное содержание, тогда ему можно дать его уже выкупать. Потому что все-таки первоначальные инвестиции, львиная доля, их это недвижимость, если человек хочет что-то сделать. Зачастую, я говорю, сложно найти даже недвижимость, аренда тоже далеко не дешевая. Потому что у нас, опять-таки, если мы говорим про Алмату, все понимают, у нас особый город, особый город. Мохаммед, хотел бы поговорить теперь по программе, я думаю, что нашей аудитории, радиослушателям и зрителям все понятно, они могут ознакомиться, если честно, вот рекомендую, да, посмотреть книжку, да. Мы ее ходим, раздаем, у нас активисты ходят, вот здесь вот указан номер телефона, там WhatsApp-линия горячая. Информация, да, есть, на все вопросы отвечаем. Ну, я хотел бы сейчас поговорить, вторую часть программы посвятить такому общему вопросу. Вообще, программа выглядит достаточно резко, да, как бы, и еще, если бы мы разговаривали в 21-м году, полтора года назад, она выглядела, как программа оппозиционного лидера, одного из оппозиционных лидеров, примерно так. Ну, вы, в принципе, ее и построили на том, что 162 человека владеют половиной богатства, то, что говорил президент, да, как бы, там, год назад. В то время, как большинство населения получает доход не свыше, там, 150 тысяч тенген, да, как бы, вы указываете на вот социальное неравенство, которое есть, да, как бы, и хотелось бы у вас лично спросить. Понятно, что 30 лет, которые прошли в Казахстане, породили очень много проблем, да, с которыми мы столкнулись в январе, непосредственно, в январе 22-го года. И события, которые произошли в январе, они навсегда останутся в нашей памяти, как кровавый январь, столько людей погибло. Вот, по вашему мнению, в чем были основные ошибки прошлого периода, которые бы нам уже не нужно будет повторять? Вот, именно по вашему мнению. Ну, вы знаете, я сказал же, что я не популист, и, конечно, сходу рубить с плеча и говорить, что все было только плохо, ничего не было хорошего за эти 30 лет, это, наверное, неправильно. Были достижения. Основным достижением, все-таки, я считаю, что нам удалось сохранить мир в нашей большой и многонациональной стране. Мы сохранили мирные и дружеские отношения со всеми нашими соседями. Территориальную целостность сохранили. Не вступили, слава богу, ни в какие военные конфликты. Вот сейчас на мировой арене мы это видим. Это основные достижения. Вообще, на начале пути нашего, после приобретения независимости, было много хороших социально-экономических начинаний. Но, к сожалению, да. Потом возникли серьезные системные проблемы. В первую очередь, страна погрязла в коррупции. Коррупция буйным цветом расцвела во всевозможных налоговых, таможенных органах. Имело место быть. Продавались должности, продавались даже места в детских садах, к сожалению. Я, честно скажу, даже встречал ребят молодых, рожденных после обретения независимости, которых понятия не имели о принципе миротократии. Их больше интересовало, куда назначат их агашку, какая сфера влияния будет, и как они на этом хотят поживиться. То есть на этом молодежь, некоторые представители молодежи... Да, вот эта жавчина на коррупции, она разъела сознание молодого. Совершенно верно. У некоторых, да, людей молодых. Это же неправильно, это ужасно, как с ног на голову, понимаете, да? Потом отсутствие, конечно, конкуренции на политическом поле. Свыше 30 лет во всех ветвях власти, на разных уровнях, от правительства до акимов сельских округов, разных видов депутатов и так далее, везде представители одной партии, одной власти, одной политической структуры, да? Вот партия Республика, пользуясь случаем, скажу, это первая партия, зарегистрированная в стране за последние 13 лет. Нет, еще Байтак. А нет, мы первые, а не вторые, я говорю, первая, не единственная. Не единственная. Да, да, да. Понятно, что отсутствие конкуренции на политическом поле порождает автократию, что мы и имели. Потом вот этот принцип, сначала экономика, потом политика. Да, да, она породила, знаете, такой застой в политике. Не экономики и не политики не получилось. Да, да, да. И того, не другого. В экономике даже не то, что 162 человека, а вот небольшая кучка людей, которые были там приближены к власти, они имели доступ к всевозможным ресурсам. А тот же самый малый и средний бизнес, почему я включил этот вопрос в свою программу? Он, конечно, выкручивался, выживал, как умел в этих условиях. Вы тоже бизнесмен, все бизнесмены знают, все проходили, чтобы стать бизнесменом, нужно пройти вот эту стадию предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Все это проходили, выкручивались, выживали в тех условиях, ну, как могли. Вот это, я считаю, тоже проблема нашей, несправедливое распределение ресурсов. Да, я с вами согласен. И вот эти там 162 человека, они пользовались не просто там преференциями, они еще пользовались административным ресурсом и могли оказывать давление и на правоохранительные органы. То есть сращение вот этого государственного аппарата произошло в угоду вот этим олигополиям. Ну и то, что банковское лобби тоже было присутствовало, а народного нет, это вот то, к чему мы пришли на самом деле. К сожалению, да, пришли мы к этому через кровь, через страдания, имеется в виду, к январским событиям, все это. В январе, кстати, вы вот ваши, вы где находились в январских событиях прошлого года? Я в январе прошлого года находился в Алмате, в городе никуда не уезжал, был здесь, ездил по улицам нашего города, как раз таки вот 4, 5, 6 января, в самые тяжелые дни. Сначала, понятно, 3 января мы в информационном пространстве следили, в информационном пространстве следили за тем, что начало на западе происходить. нашей страны. Так вот, я собственными глазами видел эти горящие машины, парикады, хаос. Реально никто не знал, что происходит, что делать. Даже в некоторых регионах, на самом деле, и представители власти к народу не вышли где-то. Информационный вакуум вообще сильно поразил. Вообще, я тоже думаю, что это не совсем правильно, потому что полная растерянность была, никто не знал, что происходит. Мы получали информацию из-за рубежа, получается. И это же еще была благоприятная почва для распространения различных слухов, интимуаций. Совершенно верно. И мы с друзьями объединились, собрали денежные средства, организовали закуп продовольственных товаров и стали их развозить по больницам города. Почему? Потому что в больницах города остались пациенты, в первую очередь, медперсонал. Вы знаете, что в СМИ везде это было. Были и нападения же на больницы. Совместно с Ассоциацией воинов-афганцев мы организовали так называемые дружины и патрулирование этих больниц. Понятно, у нас не было никаких там спецсредств, не было никакого оружия. Но у всех казахстанцев нет оружия. Нет, ну понятно, тогда и нельзя было, в принципе. Нет, есть там охотничья, может быть, но понятно, что нельзя было. И просто наличие даже в приемном покое 5-6 мужиков, это все равно было сдерживающим фактом. Понимаете, да? Это мы детскую больницу взяли, инфекционную взрослую, инфекционную детскую больницу. Много, в основном все больницы в городе Алматы. Четвертую и так далее. Так что делали, что могли, находились здесь. Понятно, я вообще не привык сидеть сложа руки. Мне даже потом жена, сначала когда я уходил, она говорит, ты куда? Я говорю, я туда, я в город, потому что это мой город. А сейчас она мне говорит, слушай, у нас четверо детей. Я говорю, как я тебя отпустил? Да, и в городе тогда было небезопасно, во-первых, небезопасно, а еще после январских событий еще каждого проверяли, что вы делали. Тоже, я думаю, хлопот это вам добавило. Еще один вопрос общий. Почему, как вообще получилось так, что вы идете от партии республик? Как вы влились в ряд этой новой молодой партии? В нашем народе есть хорошая поговорка. Один в поле не воин. Так вот, я хочу сказать, что если хочешь реально осуществить какие-то реформы, преобразования, не просто популистические выкрики делать, нужно объединяться. Объединяться вместе. Партия республика, потому что, в первую очередь, ее идеология мне близка по духу, потому что большинство активных членов партии, сопредседателей партии, я знаю лично по бизнесу на протяжении многих лет. Потому что мы все вместе верим, что объединившись, мы сможем реформировать нашу страну, сможем наш опыт на трансформацию страны, во всяком случае, в социально-экономической сфере применить. Поэтому я объединился с партией республика. Надеюсь, что я, как раз выдвигаясь по одномандатному избирательному округу номер 5, пользуясь случаем, сразу хочу сказать, что такое избирательный округ номер 5. Не все знают. Это Медеусский, Бостандыкский и Науразбайский районы. Но также и партия тоже сама участвует со своим партийным списком в выборах. Мы надеемся, что мы пройдем достаточным количеством, чтобы сформировать там фракцию в Можилисе парламента. И тогда, объединившись, мы будем решать все поставленные, объявленные нами задачи в Можилисе парламента. Вот эта вот программа, реструктуризация кредитов населения, ипотечные программы, которые вы хотите разработать и внедрить, они согласовывались на партийном собрании? Или ваши это личные? Вы как-то согласовываете свои партийные цели и задачи? Понятно, что мы согласовываем цели и задачи. У нас это все идет в процессе обсуждения. В принципе, с программой партии вкратце можно ознакомиться вот здесь на QR-коде, пройдя по этому QR-коду. Но вот эти три пункта, это прям вот моя предвыборная программа, которая, понятно, все эти вопросы перекликаются в целом с программой партии. Они находят поддержку и понимание у членов партии, и мы как раз-таки собираемся совместными усилиями их решать. Окей, хорошо. То, что касается пятого округа, действительно, да вообще во всех округах Алматы достаточно жарко. На каждом больше 30 кандидатов, конкурентная борьба высокая идет. Политически активных граждан, которые участвуют, мы видим много. А ваше мнение, почему Алма-Ата регулярно, каждый вот уже это третья компания, и Конституция была, и выборы президента были, явка избирателей, голосующих в Алма-Ате всегда очень низкая. С чем это связано, как вы думаете? Ну, знаете, в первую очередь, конечно, это связано, наверное, с тем, что народ устал от пустых обещаний, народ устал от того, что его обманывают постоянно. Мы сейчас чем занимаемся, вот этими выборами, агитацией и так далее, мы пытаемся вернуть доверие населению. Все вместе, все вместе, совершенно, и не только кандидаты, начиная от президента, который инициировал эти реформы, законодательные изменения. Но наш избиратель грамотный, начитанный. Я все-таки думаю, что однозначно люди, 30%, да, вот вы говорили про явку, да, в Алма-Ате, это значит, не приписали, но так как я активный участник вот данной конкретной кампании предвыборной в Можилис-Парламенте и в Маслихаты, я все-таки надеюсь, что в этот раз явка станет, будет выше, потому что я хожу среди населения, я вижу отклики, народ интересуется, людям не безразлично, что будет происходить. Хотя есть и такие, которые говорят, так, без нас выберут, надоело, мы там не нужны никому и так далее. Это, конечно, очень сложно. Ну, я надеюсь, что, да, у меня тоже надежда такая, что 19 марта в Алматы точно больше должно прийти людей, потому что, ну, мне кажется, народ начинает верить, что от их решения зависит будущее нашей страны. Еще один вопрос, кого вы считаете главным конкурентом по своему округу, почему не участвуете в дебатах, сейчас дебаты достаточно модными стали, да, как бы это тоже новая форма политической борьбы? Ну, знаете, как вы сказали, очень много людей, конечно, сейчас выдвинулось, зарегистрировалось, беспрецедентное, наверное, количество. У нас в округе тоже разные есть, есть такие персонажи, которые даже не проживали, не то что в округе, в Алмате, не знаю, на что рассчитывают, думают, что их поддержит избиратель, поддержат алматинцы. Есть, конечно, там и политиканы, и популисты, и всякие товарищи. Поэтому я, если честно, никого конкурентом не считаю. Есть много вещей, которые они озвучивают, действительно нужных на самом деле, да, такие высокие материи, избавиться от наследия прошлого, вернуть награбленное, призвать к ответственности виновных, это все нужно. Но, к сожалению, эти кандидаты забывают упомянуть, что на это уйдут годы, вполне возможно, даже десятилетия по пути, надо, как это не странно, накормить идущих, как говорится, да, поэтому, я почему не считаю конкурентным, потому что я поднимаю вопросы, которые насущные, и которые можно решать здесь и сейчас в кратчайшие сроки. Понятно, их не решишь там на городском уровне, поэтому я и пытаюсь баллотироваться, баллотируюсь в мажорист парламента. Вот. Дебаты, я хочу сказать, вот как раз пользуясь сегодня случаем, эфиром, я готов к любым дебатам на любых площадках с любым из кандидатов из 5-го избирательного округа по городу Алматы. Еще один вопрос касательно административного ресурса. Практически все говорят, так или иначе административный ресурс будет применяться. Вы сами это чувствуете, ощущаете, есть ли это на самом деле, или это все пережитки старого Казахстана остались в прошлом? Вы знаете, это, конечно, пережитки старого Казахстана. Я в это очень сильно верю. Но, к сожалению, не окончательно оставшиеся в прошлом. Не окончательно. Понятно, что у этого Нурата, ой, они же переименяют, Аманата, есть административный ресурс до сих пор. В частности, мы когда выстраивали в штабе предвыборном наш сетевой график, в соответствии с законодательством, там, писали письма, получали разрешение, согласование на проведение каких-то встреч и так далее. Но по случайному стечению обстоятельств, именно в тот день и час, там, какое-то мероприятие вот прям там проходит, или, ой, кто-то заболел, кто-то не донес информацию, мы вас не так поняли, там, кто-то ссылался на возраст, на то, что имел в виду совсем другое и так далее, хотя есть бумажка. Ну, мы к этому ко всему относимся с пониманием, конечно же, и я думаю, мы и это переживем, пройдем, потому что понятно, что я, как человек из бизнеса, тернистый достаточно путь прошел. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, однозначно. То есть к предвратенностям судьбы вы готовы? Это абсолютно не пугает. Не пугает. Ну и в заключении программы хотел бы задать такой тоже общий риторический вопрос, опираясь на фразу знаменитого государственного деятеля Отто фон Биспарка, мне нравится читать его высказывание, достаточно интересно, он, как Черчилль, тоже оставил очень много цитат, небольшой. И он говорит, что никогда столько не лгут, как во время войны, как не лгут столько, как после охоты и до выборов. Где гарантия, что вы, как депутаты, вообще все в целом, когда сможете исполнить те обещания перед избирателями, которые вы на самом деле в данный момент даете. И те обещания, которые вы даете, особенно то, что касается реструктуризации кредитов населения, опять возвращаюсь, это главная тема, волнует реально всех абсолютно казахстанцев, да, ну как бы 80% это точно. Где гарантия того, что вы, если пройдете туда, вы сможете реализовать именно хотя бы вот эту программу, то, что касается реструктуризации кредитов населения. По поводу того, что, да, есть много, я же говорю, популистов, политиканов, и они будут, потому что среди 98 депутатов Мажелиса, таверные такие люди тоже просочатся, будут также там же, там уже с кем-то, кто кого перекричит, кто кого переговорит, да, в парламенте. Это, скорее всего, будет, но я человек дела, привыкший, как предприниматель, придерживаться условий, как говорится, контракта, а в данном случае задекларировав вот эту свою программу, это есть, я считаю, мой контракт с моими избирателями, что я буду это исполнять. Что хочу сказать, чтобы это делать, еще раз скажу, мы объединимся, я уверен, что мы не будем, я не буду один, у нас будет достаточное количество. Уже сейчас я открыл вот эту WhatsApp-линию, по ней даже сейчас поступают мне различные запросы. Я выезжал в Медевский район на улицу Успанова, ознакомился с документами, пройдя в Мажелис парламента, одним из первых я буду заниматься этим вопросом о незаконном строительстве. Потом я никогда не понимал вот этот подход, что депутаты парламента вышли на каникулы и поехали в регионы. Сейчас с учетом развития технологий, с учетом развития коммуникации, соцсетей, со своими избирателями можно и с регионами быть 24 на 7 на самом деле на связи. Конечно, я думаю, у каждого сейчас есть тот же самый WhatsApp. Для тех людей, которым сложно пользоваться новыми технологиями, в основном это старшее поколение. У меня в городе, вот на Урусбайском районе на улице Раенбека и Ашимова на пересечении поставлен мобильный штаб, мобильная приемная. Туда люди приходят, оставляют свои запросы, пожелания и так далее. Поэтому, чтобы решать эти вопросы, я уже сказал, значит, мы объединимся, нас будет несколько человек, мы будем фракцией. Во-вторых, вот этот номер WhatsApp, эта линия, она потом трансформируется в общественную приемную, надеюсь, уже тогда депутата мажориста. И все эти запросы будут однозначно обрабатываться. Поэтому, то всегда в соцсетях можно сказать, я отправил запрос тогда, мне не пришел ответ или пришел и так далее. И не просто отписками. Я иду туда не заниматься отписками, я иду туда именно решать поставленные задачи, решать те запросы, которые идут от общества, от моего избирателя. И в соответствии с программой, которую вы хотите. Да, и я хочу сказать, если можно, да, еще. Вот среди избирателей много студентов, молодежи, сотрудников различных государственных коммунальных предприятий. Я думаю, что касательно административного ресурса, наверняка спускаются или спустятся разнорядки, как голосовать, за кого рекомендации, да. Но, когда вы пойдете на избирательный участок, когда вы зайдете в эту избирательную кабинку, да, для голосования, вы останетесь наедине с самим собой, со своей совестью. И ради будущего наших с вами детей, ради того, чтобы определить, по какому пути развития пойдет Казахстан в следующие пять лет, сделайте, пожалуйста, правильный выбор по совести. Хотел бы к этому вызвать. Хорошее завершение программы. Ну что, желаю вам успехов в вашей предвыборной кампании. Осталось не так много времени. Уже через пару недель увидим, каковы будут результаты выборов. 19 марта, да. 19 марта, да, все решится. Большое спасибо. Благодарю вас. Большое спасибо за интерес в содержательную беседу, я думаю, и нашим радиослушателям, и нашим телезрителям было узнать интересно предвыборную программу вашу. Спасибо большое, Эрман Жан. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Не осталось только попрощаться с нашими зрителями. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»